Здоровье – это, пожалуй, одна из главных составляющих счастливой и долгой жизни. Как сохранить и укрепить свое здоровье? Именно этому и посвящены следующие несколько минут на Бессарабии ТВ. Мороженое – лакомство для взрослых и детей. Согласно исследованиям, поедание большого количества мороженого увеличивает вероятность головных болей. Однако, такие холодные приступы длятся от 10 до 30 секунд. Правда, могут быть довольно резкими. Наиболее подвержены недомоганиям люди, страдающие от мигрений. Медики считают, употреблять мороженое и другие подобные холодные продукты можно, но делать это нужно медленно. Шесть причин завести собаку. Ученые утверждают, владельцы собак здоровее других людей. Итак, собаки могут обнаружить при помощи острого обоняния у человека онкологические заболевания. Собаки, чаще других домашних животных, просятся на прогулку или побуждают хозяина поиграть в подвижные игры. Канадские исследователи установили, что владельцы собак ходят в среднем 300 минут в неделю, в то время как остальные люди – 168 минут. Некоторые специально обученные собаки способны выявить низкий уровень сахара в крови человека. У более третий собак, живущих с людьми больными сахарным диабетом, регистрируется изменение в поведении, когда уровень сахара в крови их хозяев падал. Существует организация, обучающая собак оказывать помощь людям в случае эпилептического приступа. Среди ученых уже давно ходит идея, что собаки могут прогнозировать эпилептические припадки. Обонятельное мастерство собак используют для выявления аллергенов. Они надежные помощники для людей, у которых даже незначительные следы присутствия арахиса в воздухе, вызывают аллергическую реакцию. Собаки способствуют более тесному взаимодействию между людьми и облегчают чувство одиночества, особенно у пожилых пациентов с ограниченными физическими возможностями. Они также помогают владельцам справиться со стрессовыми ситуациями. Бактерии, живущие в почве, стимулируют клетки мозга вырабатывать серотонин и тем самым изменяют настроение, так как это делают антидепрессанты. Конечно, не стоит ждать, что врачи начнут советовать есть землю ложками, но это исследование подтвердило. Многие родители и так знают. Если ребенок измазался в грязи, ничего страшного, даже полезно. Велосипед – это не только экологически чистое средство передвижения, но и возможность поддерживать свое тело в отличной форме. Но для получения наилучших результатов придется не просто кататься на работу и обратно. С точки зрения нагрузки, велосипед полезнее для сердечно-сосудистой системы, чем пробежки. Химикаты влияют на способность зачать ребенка. Американские ученые утверждают, что химикаты, входящие в состав пищевых упаковок, мебельной обивки и ковров, могут нанести вред женской репродуктивной функции. Таблетки пить или не пить. Если в инструкции не указано, что прием препарата зависит от приема пищи, лекарство лучше всего выпивать натощак за 40-60 минут до еды или через 3-4 часа после нее. Большинство анальгетиков противовоспалительных препаратов аспирин, алькозельцер, парацетамол, баралгин, навиган, ибупрофен и прочие, попадая на слизистую желудка, могут вызвать ее повреждения. Поэтому перед приемом препаратов этой лекарственной группы съешьте что-нибудь до того, как выпейте таблетку. А вот лекарства, изготовленные на основе растительного сырья, отвары, настойки, настои, напротив, лучше всего принимать до еды. Самым лучшим и эффективным способом для запивания таблетки была и остается чистая негазированная вода комнатной температуры, примерно полстакана. Все соки, газированные сладкие напитки, минеральная вода, молоко, чай, кофе, алкоголь снижают лечебный эффект препаратов и могут вступать в нежелательные химические реакции с компонентами лекарства. Субтитры создавал DimaTorzok